В Гранте, то есть, как вы поняли, их здесь всего две, и здесь присутствует АБС, а также котлета на приборной панели, это знаете, как ослику вешают, морковочку, вот это точно так же мое, то есть я знаю, что мне нужно быстро, успешно, весело и задорно отписаться, и тогда я получу рыбную котлетку, Евгений положил. Ну, вы просили привезти машины за миллион рублей однажды, мы это сделали, а сейчас есть даже кое-что подешевле, если считать Chevrolet Aveo разлива середины 2000-х годов новым автомобилем, то их есть у меня, осталась пока одна, но все зависит от вас, мои дорогие, я сегодня вам расскажу полностью про эти автомобили, про их больные места в том числе, а вы, пожалуйста, напишите в комментах, везти вам еще такие машины или совсем не надо? Сейчас это называется Chevrolet Nexia, но я бы не стала замусоливать легендарное имя Nexia и назвала бы ее просто Птица Феникс. Когда-то это было Chevrolet Aveo, причем она даже некоторое время собиралась на территории Российской Федерации, потом она куда-то исчезла, вернулась под названием Ravon, потом снова исчезла, и теперь она Chevrolet Nexia. И даже Chevrolet Nexia эти машины у нас тоже официально продавались. Другой вопрос в том, что многие из вас даже, скорее всего, не знают об этом, потому что, ну вот этот Ravon и вот это вот Chevrolet как приходило, так и уходило. Они никак не вкладывались в рекламные кампании, они не пиарили свои машины, ну и, соответственно, когда Chevrolet покинула этот рынок, они ушли вместе с ним. Ну и, милые мои, как всегда, я с удовольствием вас приглашаю в свои социальные сети, приходите, буду рада там вас видеть, мои все торговые автомобили, отдельный телеграм-канал в закрепленном комментарии, ссылка в описании. А также у меня есть просто телеграм-канал Болталка, новости, не новости, просто обсуждаем все автомобильные темы. И есть российский ресурс Дзен, Дзен Лесарулит, подписывайтесь, пожалуйста. Добро вам пожаловать. С Деу Нексией, Деу Нексией, той настоящей у меня связаны очень теплые воспоминания, ведь свой первый миллион долларов я заработала именно на торговле поддержанными Нексиями. Ну и к Авео у меня тоже особых претензий нет. На самом деле после многих рестайлингов владельцы Авео знают, что это весьма беспроблемная машина. И в свете того, что Лада Гранта сейчас вообще выпускается без подушек безопасности и целого ряда полезных опций, которые есть в Авео, почему бы и не рассмотреть ее на нашем рынке? Еще со времен Равона в этой машине стоит четырехцилиндровый полуторалитровый Б15Д2. Опять же, для владельцев этих машин все эти буквенные обозначения очень хорошо известны. И сверху гордая надпись 16 Волвс, 16-клапанный мотор с цепью в газораспределительном механизме и с чугунным блоком. Что так любят, мои дорогие владельцы подобных авто, ибо они чаще всего обслуживают их самостоятельно, собственными ручками или в гараже. Не ездят в дилерские центры, не поддерживают гарантию, делают все самостоятельно, просто для того, чтобы минимизировать расходы на машину. Вот подобные автомобили с простыми агрегатами это вполне позволяют. В нашей машине мать-кормилица всех водителей такси, пятиступенчатая механика. Здесь также бывает шестиступенчатый автомат. Механика, она вообще беспроблемная малышка, здесь прекрасно себя зарекомендовала, ни отказов, ни каких-то неудобных, нечетких переключений передач. Вот здесь просто все супер вообще, все очень удобно, прекрасная, удачная коробка. Чего не скажешь об автомате. Я частично затрагивала эту тему, когда рассказывала вам про кобальты. Ибо автомат, который здесь ставился в самом начале на авиа, он был вообще в принципе адский сатана. До 100 тысяч километров он редко доживал. Выходил из строя, но просто сплошь и рядом. Автомат этот в дальнейшем модернизировали и, безусловно, он стал получше. Но суть в принципе в том, что следить за ним очень нужно. Обязательно меняйте масло в коробке передач. Вот просто обязательно. Также, если вдруг вы чувствуете, что у вас где-то в районе четвертой передачи пошли пробуксовки, то есть он сначала жужжит-жужжит обороты поднимает, а вы понимаете, что переключения-то не произошло. Вот при таком раскладе вам обязательно нужно моментально отправляться в сервис. Вот просто моментально. Причем даже, может быть, и не своим ходом, потому что там перегрев в коробке, он до сих пор остался как проблема. Опять же, может, неплохим советом будет установка дополнительного радиатора для этого карабаса. Это в сервисах делается, это все прекрасно знают. Поэтому с механикой вообще не парьтесь, ничего ей не будет. Вообще этой машине 300 тысяч вообще ничего не будет, только обслуживайте. А вот с автоматическими, не ксеми и кобальтами, имейте в виду, что нужно следить просто за состоянием коробки, состоянием масла в коробке регулярно, менять это масло и так далее. В подкапотном завод сэкономил на защите. Защиту придется покупать за собственные деньги. Ставьте ее обязательно, потому что здесь просто дирка. Да, уже не по современным меркам здесь установлен гидроусилитель руля, не электро. Ну, бачок, видите, вместе с насосом в легком открытом доступе. Короче, все, кто эти машины знают, они также понимают прекрасно, что эта машина элементарно, легка в обслуживании, действительно, собственными руками, если они у вас под руль заточены. Знаете, я в последнее время неплохо прокачала навык ведения бизнеса в условиях санкций и ограничений. Особенно, когда речь заходит о выборе надежного партнера. Вот с одним из таких я вас сейчас и познакомлю. Это Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. Он полностью частный и не попал ни под какие санкции. Все также работает по свихту, позволяет выводить прибыль в валютах разных стран, в том числе СНГ. Но самое крутое в Модульбанке – это абсолютная готовность поддержать предпринимателей в текущей ситуации. Именно поэтому банкам запущен бесплатный тариф стартовый. Обслуживание ничего не стоит. Ограничений по оборотам, как и по срокам деятельности, нет. Бесплатная бухгалтерия для ОСН 6%. Бесплатные переводы ИП и юрлицам в другие банки. А еще нет комиссии за переводы до 250 тысяч рублей на карты физлиц. Те, кто работает на маркетплейсах, заценят тарифы Seller и Seller Pro, где прибыль до 5 миллионов в месяц можно выводить бесплатно, а на сумму выше всего за полпроцента. Деньги за товары получаете сразу, не дожидаясь выплат от маркетплейса. Вдобавок, Модульбанк бесплатно отснимет ваш товар, сделает для него карточку и дизайн. И все это всего от 490 рублей в месяц. Так что скорее ныряйте по ссылке в описании и работайте только с надежными партнерами. На момент съемки у нас неожиданно выпал снег, чего мы не ждали. И у меня летняя резина и новая машина, поэтому мы ездим только по поселку. Но я же этот автомобиль показывала в сторис. Я брала его под себя, и я ездила на нем буквально неделю назад, когда были просто мокрые дороги, и можно было без проблем ее динамические характеристики понять. Для меня было удивлением то, что на механике эта машина со своими полутору литрами очень даже неплохо едет. Причем в любых режимах, не только в городских. Она прекрасно чувствует себя и на трассе. То есть вот я показывала, когда я на дачу еду, там такая раз-раз-раз-раз, бодренькая на ней. И это все ни в коем случае не постанова. Эта машина прям действительно динамичная. Ну понятно, что мы с вами не про ИРС-ку говорим, а про бюджетный автомобиль с атмосферным небольшим мотором. Но в разрезе этого по динамике вы точно не обидитесь на нее. Единственное что, вот если спокойно ездить, будет у вас где-то литров 8-9. Если бесконечно педалить, то можно раскачать расход чуть ли не до 12. Но у меня тут парень есть знакомый, который на солярке ездит, и у него на Солярисе автоматическом 12-14 литров расход. Но он бесконечно проверяет динамические характеристики своего Hyundai Solaris 1.6. По подвеске здесь все абсолютно просто. Впереди McPherson, сзади скручивающаяся балка. По размеру, я уже сказала, я бы сравнивала эту машину с Грантой. Ну и плюс, опять же, под активным педалированием, конечно, балка сзади, она дает о себе знать. Эта машина валкая, она не очень прямо приятная в управлении. Ну короче, она очень-очень простая. На ней едешь, и есть такое ощущение, что хвост немного догоняет. То есть поворачиваешь, морда уходит, хвост немного догоняет, подвыбрасывает его немножко наружу поворота. Но опять же, вот она не очень рулится, зато мы сейчас с вами едем по таким колдобинам, а нам кажется, что они не такие уж прямые серьезные колдобины. Нет, это прям дорога такая загородная, слабо почищенная, уже с какими-то наледями, уже и с лежачими полицейскими. И энергоемкая подвеска, хорошая. Вот, кстати, вспоминаю вот эту вот историю с кольцом, не помню у каких машин, я давно этого не видела. У каких еще машин задняя с кольцом включается, не помнишь? Угадай. У Nexie? Нет. А у Opel твоего? Конечно. А, серьезно? Конечно, у всех. Ну, короче, подвесочка, прям вот хорошая подвесочка, она не убивает вас на ямах, подрагивает, конечно, но вот на этой дороге, допустим, Женьке на Opel было бы гораздо менее комфортно ехать. Согласись, Женька? Нет. Ты что, блин, трынзишь? Ну, вот я вам, когда про мотор рассказывала, сказала о том, что динамические характеристики у этой машины весьма неплохи. Кстати, вот сейчас сработал АБС. В комментариях, я помню, в Инстаграме писали, откуда в ней нахрен АБС? Откуда в Гранте нахрен АБС теперь? Нет, здесь есть он, безусловно, ребята. Так вот, на ней на самом деле быстро особо ездить не хочется, потому что шумка дерьмо. Прям говно, я бы даже сказала. Делайте изоляцию колесных арок, иначе, ну, просто вообще все слышно, все дорожные камушки. Кузов у нее, вот у меня удачная машина, не потому что я ее продаю, а просто потому что они раз на раз не приходятся. Вот именно с точки зрения сборки и скрипа панелей. У меня вообще ничего не скрипит в этом автомобиле. Она прям тихая, хорошая. Но есть, встречаются варианты вот этих Chevrolet Nexi, где люди пишут, что прям сновья у нее там что-то где-нибудь вот потрескивает, какой-нибудь сверчок есть, и он раздражает. И вот вопрос к вам, мои милые. Гранта без подушек безопасности АБС, либо Chevrolet Aveo, в котором, безусловно, все это присутствует, но все же Гранта более распространенный автомобиль с большим количеством запчастей. Хотя и здесь с запчастями нет никаких проблем, потому что в том же Узбекистане, который, благо, от нас совсем недалеко, полно таких автомобилей. Ну и расположен завод. Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, что за 15 лет салон здесь не поменялся. Я не знаю, но он не убогий, правда, но вы же видите сами, то есть здесь какие-то элементы дизайна даже присутствуют. У нас с вами простая машина, то есть, видите, руль совсем без каких-либо клавиш. Вообще бывают машины с мультирулем, с большим количеством опционала. У нас с вами все четыре электростеклоподъемника, кондиционер, да, вот такая вот радиола, я бы даже сказала, но с блютуз, но с блютуз. Тоже важно. Телефон можно соединить и болтать. Знаете, плюс этой магнитолы я нахожу лишь в том, что идеальные два Дина, ее очень удобно достать, выкинуть и вместо нее поставить какую-нибудь магнитолу с Алиэкспресс. Тысяч за сколько, Евгений? 15, наверное. Тысяч за 10. Можно какую-то хорошую сообразить, и у вас будет прям уже совсем другое, у вас будет прям современный салон. А так она неотвратительна. Я очень-очень хочу попасть на завод Уздео, посмотреть, как они там сейчас красят машины. Потому что, помните, в начале видео я говорила о том, что я очень хорошо знаю Део Некси, я тысячи их без преувеличения продавала. И основная проблема была в том, что у Некси, даже у годовалых, по кромкам дверей была такая катастрофа с ржавчиной. То есть они сверху покрывались рыжиками. Вот понимаете, после одной зимы, даже у Матизов это было, у Део Испера, сколько я этих машин покрасила. Я помню, даже ролик на YouTube снимала, как я людям честно признавалась. Я вам сделала своими руками машину, буквально по низу дверей вот эти вот дыры, буквально на одно лето. После следующей, на год, на сезон, после следующей зимы у вас снова будут дыры. Пену туда строительную загоняла, но вот честно, открыто это дело. Смотрите, вот здесь все было проржавевшее. Три года машины и двери хоть выбрасывай. Дальше у них на носу, на капоте тоже, в особенности, если ставили мухоотбойник вот сюда, тоже были проблемы. Правда, последние несколько лет назад говорили о том, что они поставили там даже катафорезные ванны. Прошла оцинковка. И сейчас эти машины, которые там делаются, собираются, они не гниют так. А еще, знаете, я точно не уверена, что это вообще один и тот же забот, который делал тогда Уздео. И те, кто выпускают сейчас вот эти вот Chevrolet, Nexi и так далее, как их угодно назови. И раньше у Авио тоже была проблема с ржавчиной, не такая критичная, конечно, как у Nexi, но была. Вот вроде как ее решили. Дорогие владельцы, если сейчас вот последние годы вы ездите на этой машине, поделитесь, как у вас обстоят дела. Ну вот по-любому я бы не экспериментировала и покупая эту машину, я бы прям сразу загоняла ее так на всякий случай на антикор. И здесь в нынешнем исполнении на две подушки безопасности больше, чем в Гранте. То есть, как вы поняли, их здесь всего две. И здесь присутствует АБС. А также котлета на приборной панели. Это знаете, как это ослику вешают, морковочку. Вот это точно так же мое. То есть я знаю, что мне нужно быстро, успешно, весело и задорно отписаться. И тогда я получу рыбную котлетку. Вот Евгений положил. Очень неудобно, конечно, они сделали с багажником. Понятно, что это бюджетная машина. Но могли бы и автопроизводители хоть капельку еще потратиться на кнопочку. Ну, чтобы она была снаружи. Иначе только с ключом. Личинка. Открываем. Зимой она, конечно, замерзла. Но у нас на это есть кнопка на двери. На передней водительской двери. И, получается, тогда побежал, открыл. Вроде как бы ничего не обломался. Но согласитесь, с кнопкой удобнее. Или хотя бы с пульта. Багажник Уавео. По паспорту 400 литров. К примеру, у Логана по паспорту он 500 с маленьким хвостом. Но у Логана известно здоровенный багажник. Я вот только не понимаю, откуда он у Гранты 520 литров. Потому что чисто визуально он абсолютно точно такой же. Ну, и здесь из плюсов могу вам приподнять коврик и найти под ним полноценнейшее запасное колесо. Что классно. Вот. И на этом у нас, пожалуй, плюсы-то заканчиваются. Ни крючочка, ни держалки, никакой под сеточку. Ничего. Ну, спасибо большое, что карпетик хоть такой есть. А то могли бы и голенький металл оставить. Я рад даже ли в бэк. А, ну и что? Ну, нет, а по высоте больше, наверное. Ну, ты думаешь, из-за этого, из-за высоты? Нет, это и есть. Потому что лифтбэк – это просто удобнее кузов, но размер же багажник. Вот здесь в том числе еще идет. Вот это считается. А, ну, то есть это просто по подсчетам. Это игра подсчетов, да? Слушай, а Гранты разве все лифтбэк? Они же и седан бывают. Ну, так а я с седаном сравниваю же. Из плюсов перед вами прекрасно читаемая простая приборка с минимумом информации. Ну, здесь практически нет информации, я бы сказала, сейчас по современным меркам. То есть здесь спидометр, топливо, температура жиж, а также тахометр. Все. Посредине малюсенький дисплейчик, на котором вы будете видеть, там, к примеру, расход топлива. Тоже неплохо. Эверидж – это средняя скорость и километраж на одометре. Это последнее путешествие, это температура за бортом, это расход топлива, это идите нахер. Тер-хер. Да, тер-хер-пер-мер. И из нюансов, вот из минусов, как мне кажется, расположение дудки не самое удобное, потому что большинство водителей привыкли делать вот так. А здесь делать так совершенно бесполезно. Ну, привыкните, наверное. А также обратите внимание, зона покоя стеклоочистителей здесь достаточно высокая. То есть обычно дворники расположены пониже. И, наверное, вот здесь вот, ну, я не знаю, как это, минус, не минус, господи, что я делаю. То есть если вас раздражают перед лицом постоянно видимые дворники, вам в гранту. Не знаю, там видны дворники или нет. С минусом то же самое. Ну, короче, здесь видны. По дорожному просвету вы видите даже визуально. Все неплохо. 16 сантиметров. У гранты, правда, немного побольше. 18. Но надо сказать, что здесь нет вообще особо никаких выступающих вниз, висящих ни под днищем, ни сверху деталей. Самая нижняя точка – это, пожалуй, крепление. Да, крепление передних рычагов. И вот под ними ровно 16. Задний ряд – есть! Что вы хотели по нынешним временам за такие деньги? Слушайте, дожили. Ну, короче, если серьезно. Смотрите, вот видите, это все дело отрегулировано под метр 75. Сзади не то, чтобы прям много места. Это колесная база здесь 2 метра 48 сантиметров. Правильно, Евгения? Я все время забываю. 2, 48. Ну вот, смотрите, я села. Да, плотненько машина. Чуть-чуть она пошире, чем гранта. Втроем взрослым людям далеко тяжело будет ездить. На короткие поездки почему бы нет? Двое детей весьма нормально усядутся. Кстати, что здесь с изофиксами? Я даже не знаю. Я подозреваю, что их может здесь не быть. А, нет, нашла. Слушайте, есть. Обозначения, походу, нет. Или, может, они пленками у нас закрыты? Ну, изофикс прям нащупала. Есть. Обивка вообще во всем Овео, она никакая. Серенькая, простенькая. Не думаю, что она прям сильно пачкается. Но это, опять же, я думаю, что легко с нами поделятся владельцы этих машин. Вот хочется, знаете, у Равона был в какой-то момент двухцветный салон. Хочется вернуть его обратно. Почему бы и нет? Что бы я сделала? Купила бы сюда какие-нибудь чехлы поярче. И вот было бы кайф. Потому что, знаете, у нее есть плюс в том, что очень высокая крыша. То есть вы на кочках, ну вот, смотрите, под 10 сантиметров. На кочках не будете себе голову ровнять крышей. Но есть минус в том, что она вся такая серенькая, светленькая, в пастельных серых тонах. Вот хочется какой-то небольшой яркости. Чего ты рыжешь-то? Последнее раз слово пастельный в автомобилях употребляли в Роуз-Ройсе. Она в пастельных тонах. Это добро. Ну, вряд ли кто-то захочет, честно говоря, страховать по каске. Но можете. А мы вам застрахуем просто все, что угодно. Просчитайтесь. Здесь у нас это точно будет дешевле, чем где угодно вообще. У любого брокера, страховой компании. Потому что мы делаем огромные обороты. Нам идут страховые навстречу. И мы умеем подбирать хорошие тарифы. Мои сотрудники под это заточены. По ОСАГО тоже подберем вам прекрасный тариф. Всегда ссылка на моего брокера в описании. Не забывайте. А вот сзади барабанята. Как вы не любите. За что вы барабаны не любите, скажите? Так, если от тещи холодильник-то перевести или стиралку, это дело у нас вообще складывается. Ну, гвоздик какой-то точно есть. Опа. Ну-ка. А, ничего себе. Здесь, во-первых, пластиковое разделение. Во-вторых, здесь ступенька. Просто вот такого размера. Нафига они так сделали-то? Ну, короче, здесь не поспите 100%. Это вообще невозможно. Но перевести нормально перевезете, если что-то не очень широкое. Потому что, видите, здесь ограничено все проемом, который, ну, сантиметров 40, наверное. По мне так нормальная бюджетная машина. Да, она, конечно, по конструкции стара, как мир. Но, причем и по салону, по интерьеру тоже. Но ничего плохого она из себя не представляет. Главное, она надежна. Она не будет есть ваши деньги. И привезти я ее могу в районе миллиона рублей. И теперь, мои милые, к вам вопрос, везти или нет. Что вы скажете? Ведь вы у нас решаете. Да и, в принципе, даже если вы сейчас не хотите покупать новую машину, имейте ее в виду. Просто как подержанную. В бюджете где-то, наверное, 600. Вы можете еще найти живой вариант. Целую, обнимаю. Я сняли.